Не сбавляя темпов, к концу года в Новом Уренгое сдадут 40 тысяч квадратных метров жилья. Глава города Иван Костогрис посетил строящиеся жилые дома и лично оценил ход работ. И хотя практически все подрядчики идут по графику, трудности все же есть. Это дефицит специалистов, но опасений по срокам сдачи объектов на сегодняшний день нет. О комплексном строительстве с использованием современных материалов в репортаж Марии Федорчук. На улице Петуха строители возводят сразу три жилых многоэтажки по 98 квартир. Первая из них практически готова. Отделку фасада уже завершили. Рядом высадили деревья, а вдоль дома посеяли газон. Омрачает вид лишь огромная куча строительного мусора, которая занимает место, предназначенное для детской площадки. Иван Костогрис поручил навести здесь порядок в ближайшее время. Мы сегодня должны это вывести. Давайте так разберемся, мы с вами проще. Если вы не сможете это решить, мы вам поможем. Мы сможем. Только вы уже будете отвечать за это дело. Нет, мы обязательно сможем. Понимаете, когда ветер, это все летает по всему микрорайону. Объедает. Ну нельзя что-то. Это мы сегодня живем, вчера разговаривали. Больше 90% квартир уже проданы. Дом оборудован пандусами и удобен для жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. В квартирах чистовая отделка. Первые этажи будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением. Сейчас это обязательное требование. Отделка подъездов пришлась главе города по душе, а вот потолок не понравился. Впервые встречаю такую отделку, ну ничего. Это штукатурка декоративная. У меня есть право на жизнь. Смысл вкладывался тоже в красивую штукатурку. Когда вы уже там ввезете, посмотрите, вот сюда вот посмотрите, это же, конечно же, во-первых, ну, при той отделке, которую вы сделали здесь, ничего не ставили уже, чуть-чуть сэкономили, но это все, к сожалению, снижает уровень качества. Еще одна стройка полным ходом идет в микрорайоне энтузиастов. Фирма универсальной домостроительной системы Development работает с опережением графика. Дом необходимо сдать в 2022 году, но он будет готов уже в следующем, обещает подрядчик. Эта же компания возводит 13-этажный дом в микрорайоне Дружба. Квартиры почти готовы. Рабочие занимаются благоустройством, собирают мафы на детской игровой площадке. Замечания к строителям – канализационные люки рядом с игровой зоной, которые сильно выступают над землей. Иван Костогрис поручил исправить недочет. Здесь благоустройство везде, куда это будет сделать. Надо подсыпочку. Почему подсыпочку? Надо сделать стандартную, как положено. Не так радужно дела обстоят в микрорайоне Дорожников. Там строят 9-этажный дом на 320 квартир. В будущем сюда частично переедут новорингойцы по программе переселения из аварийного фонда. Сдать многоэтажку необходимо до конца 2020 года. Но из-за пандемии застройщику компании «Горстрой» не хватает специалистов. Здесь только приступили к облицовке дома, а впереди еще благоустройство. Но подрядчик уверяют – они успеют в срок. В целом же ход работ радует, отмечает глава. Очень много положительных эмоций. То, что ни одна из стройок не остановилась. И практически все мы стройки ведем именно жилищного строительства в графике. Несмотря на сложности, трудности, они есть. Вы абсолютно правильно определили. И основная проблема, безусловно, это рабочие специализированные кадры, которые были всегда задействованы в Новом Грингуе. Вы видели качество строительства достаточно неплохое. Сегодня уже используются современные строительные материалы. Радует очень то, что очень серьезно компания относится к благоустройству территорий. Всего в этом году в Новом Грингуе планируется ввести в эксплуатацию 40 тысяч квадратных метров жилья. И несмотря на сложности, этот объем работ будет выполнен. Пока опасений нет, отметил глава города. Мария Федорчук, Николай Александров, служба новостей «Импульс».